Мы пришли от администрации Одинцовского района, пришли вас проведать, узнать, как вам в этих палатах здесь вас нет. Ветераны, которые проходят лечение в Перхушковской больнице, всегда рады посетителям. Для людей, переживших тяготы Великой Отечественной войны, здесь созданы комфортные условия для лечения и реабилитации. Палата отвечает всем современным стандартам. В проект главы района Андрея Робертовича Иванова, как раз таки в рамках Дня Победы для людей, которые воевали, для участников Великой Отечественной войны, как раз и было создано вот такое отделение, было создано специально, чтобы у вас были удобные кроватки, чтобы у вас хороший был телевизор. Эти палаты сделаны таким образом, чтобы обеспечить наиболее оптимальные условия пребывания ветеранов, безбарьерная среда и с максимальной возможностью травмобезопасности. Исполняющая обязанности главы района Татьяна Одинцова пообщалась с почетным жителем Голицына, блокадником Виктором Михайловичем Барченко. Несмотря на преклонный возраст, он ведет активную общественную жизнь и участвует в различных патриотических мероприятиях района. Ему 90 лет, 9 сентября исполнился, это Виктор Михайлович, который с нами посещал в этом году блокадный Ленинград, мы так назвали этот проект. Мы выезжали порядка 150 человек от Одинцовского района и в мае месяце после Дня Победы мы посещали Пискаревское кладбище, Санкт-Петербург. Он нам показывал, рассказывал, как они здесь пережили все ужасы блокадного Ленинграда. И, конечно же, хотелось прийти и посмотреть, как наш Виктор Михайлович себя чувствует. Такие добрые встречи участникам Великой Отечественной войны жизненно необходимы, ведь эти герои заслуживают нашего внимания и глубокого уважения. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.